Главных кассиров трое. Пара бардов Ивашенко и Васильев, которые собственно все и придумали, и один поп-артист Александр Цикало, директор проекта. В Москве не стало достопримечательностей. Мавзолей давно уже не достопримечательность, большой давно уже не достопримечательность, музыка непостигаема простыми людьми, цены на билеты высокие, интриги, ремонт. Гум тоже давно уже не достопримечательность. Ну, в общем, получается, что мюзикл «Норд-Ост» станет еще одной приметой цивилизованной столицы, цивилизованной страны. О профориентации декана Пролетарской, где идет «Норд-Ост», до сих пор напоминает чудо-робот Файе. Он целиком собран из шарика подшипников. «Норд-Ост» рекламирует как семейное зрелище для тех, кто вообще-то в театры не ходит, а ходит, к примеру, в цирк или на эстрадные концерты. Билеты от 1 до 30 долларов. При этом имеются кондиционеры, приличная сантехника, специальная обивка зала, приспособленная к лукоусилению, и множество сопутствующих товаров. Совершенно идеальный, идеальный сюжет. Я думаю, что многие, многие мировые мюзиклы позавидовали бы такому сюжету, потому что там есть все, что необходимо для мюзикла. Это закрученная фабула, герои, злодеи, любовь, предательство. Через полгода исполняется «Сто лет к Аверину», и «Норд-Остом» уже запущен в московские школы творческий конкурс «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Отличников соберут в зале, число мест в котором примерно равно числу московских школ, и покажут модное и жизнеутверждающее зрелище, сделанное по всем законам жанра. «И ты миллионер, и он миллионер, мы все миллионеры, пока товарищ милиционер, на снег погонит вдоль воскресенье». Екатерина Бирюкова, Антон Зубов, Георгий Угаров, телекомпания НТВ. Екатерина Бирюкова, Антон Зубов, Георгий Угаров, телекомпания НТВ.